Добрый вечер, Владимир Михайлович. Добрый вечер. И добрый вечер все зрители, которые смотрят наши видеоролики и наши прямые эфиры. Сегодня мы снова говорим о финансах. И сегодня я хочу, Владимир Михайлович, коснуться темы кредитов. Мы вот в прошлой нашей серии, да, мы говорили о будущей пенсионной реформе. Это была у нас такая прелюдия к кредитам фактически, да. Или точнее мы говорили об ее отсутствии. Говорили о перспективе развития сфер, каким образом можно привлекать деньги в бизнес, кроме кредитования. О перспективах банковской системы. Скажите, пожалуйста, вот если мы говорим о среднем и малом бизнесе, стоит ли брать банковский кредит или лучше искать средства каким-то другим способом? Скажите, пожалуйста, вы на пляже были когда-нибудь? Да, конечно. Хорошо. То есть я могу предположить, что у вас есть купальник? Да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, я сейчас буду перечислять 4 варианта температур, а вы выберите себе тот вариант, который вам больше подойдет. Итак, вы в купальнике и на пляже. На улице плюс 25, плюс 10, 0, минус 10 и минус 25. В купальнике лучше, когда плюс 25. Хорошо. Итак, я теперь попытаюсь сформулировать. Значит, вам нужны деньги, окей? Это ваш купальник. Вы в купальнике. Теперь я перечисляю. Фандрайзинг. Смещаюсь. Фандрайзинг. Айпио. Ну, правда, для малого бизнеса это нереально, но тем не менее. Смещаюсь. АО открытого типа. Еще смещаюсь. ЗАО. То есть, родственники, знакомые, ну и остальные лохи, которые собираются вас кредитовать. И, значит, и у нас остается последняя часть. ООО, частное предприятие, самозанятость, частный предприниматель, вмененный налог и тому подобные танцы, шмансы. Вопрос. Вам нужны деньги? Да. И вы находитесь, как вам кажется, в малом бизнесе, и вы идете в структуру, где температура, вы в купальнике, а на улице минус 25. Скажите, пожалуйста, у вас хорошо ли с головой? Не очень. Судя по всему, то нет, ну когда крещение, и вы, значит, в прорубь сигаете, тогда все хорошо. Один день, там, Йордан, все весело. Но, простите меня, пожалуйста, если вы идете в банк за кредитом, будучи малым предприятием, то у меня есть сомнения в вашей психологическом равновесии. Итак, мы определили, да, что самые дорогие деньги в банке, все, точка. То есть самые дорогие деньги. Так вот, смысл заключается в следующем. Если вы идете в банк за кредитом, то это худшая ситуация, которая вообще может быть. То есть в банк за кредитом идут уже тогда, когда уже совсем просто плохо. Потому что если у вас все хорошо, то ситуация ровно до набора. И вот получается, я хочу вам задать вопрос. Скажите, в вашей семье беременные были? Ну да. То есть что вы были маленькой девочкой иногда? Да. Ага, и вам было 16 лет? Да. И вам было 18 лет? Да. Скажите, а в 16-18 лет за вами ухаживали стада кобелев? Ой, простите, молодых человеков. И вот, значит, эти молодые ребята, стало быть, в 16-18, небось, надо было дрынам, значит, их от вас отгонять. Ну, да, что-то такое. Хорошо. Скажите, пожалуйста, потом прошло какое-то время, и вам стало, ну, допустим, вам и сейчас, в общем, почти 16, но наступило честных, допустим, 30. Скажите, пожалуйста, все еще эти стада за вами скачут? Так вот, и вот вам было, значит, 16-18, за вами, значит, бегали, как из рога изобилия, а потом вам стало под 30, и... Не бегают. Вот суки, а! Вот суки! И вот получается, теперь смотрите, вот в этом моменте есть ключевая вещь. Теперь давайте с вами перевернем ситуацию, давайте? Давайте. Сейчас все станет на свои места. Допустим, вам 30. Это значит, что как бизнесмен, ну, умозрительно, вы говно. То есть, вы не знаете своего клиента, у вас не настроена модель продаж, у вас не отработаны затраты, вы не понимаете, как думает ваш клиент, у вас нет рычага, с помощью которого вы можете увеличивать объемы продаж. Так понятно? Да. Скажите, пожалуйста, вы будете на коленях вымаливать кредит в банке или через постель? Вымаливать. Вымаливать. Едем дальше. И вдруг вам становится 16 лет. К вам стоит очередь клиентов. Клиенты легко платят вперед за квартал. Банк, в жопу ужаленный, видит ваши растущие обороты. Кто-то из этого банка, в этом нет никакого сомнения, льет информацию налево. Скажите, пожалуйста, сколько звонков вам поступает в день с просьбой взять кредит? Как вы думаете? Ну, думаю, что немало. Минимум 2-3 звонка из разных банков. Вам говорят, придите, мы вам покажем овердрафтовый план, мы вам покажем револьверную форму кредитования, мы вам покажем механизм кредитных линий. Мы вам, поверьте, мы вам такое чебучим. Вы помните, как молодые люди били себя пяткой в грудь и кричали, ты только согласись, я самый шинина есть кобелявый кобель. Так было? Ну да, допустим, так. Да, я поняла. Он был интеллигентным человеком, он был воспитанным. Все хорошо. Но он цветами, шампанским и конхветами торил дорогу, правильно? Да. И вдруг, сука, настало 30 лет. И чтоб ты была здорова, но никакая гадость, чтобы не сказать хуже, аж не чешется. Ни с шампанским, ни с конхветами, ни с цветами. Это же ужас какой-то сплошной. Просто волюнтаризм. То есть, смех смехом, а правда остается правдой. Получается, что в банк брать кредит идет тот, кому 30 лет и кто говно бизнесмен. Если вы бизнесмен хороший, то банки в очередь стоят, чтобы дать вам кредит. Почему? Потому что у вас отработана модель продаж, у вас низкие затраты, у вас достаточная рентабельность. И вам выгодно давать кредит, потому что кредит, это помните, как мы в позапозапрошлом нашем эфире, мы говорили, что кредит – это неправильное слово. Правильное слово для бизнеса – это кредитное плечо. То есть, фактически это правило рычага. И если у нас отработана модель продаж, то мы нажимаем, и у нас кратно увеличивается объем. Допустим, нам нужно рассечься по территории. Это количественный объем, как и количественный рост продаж. Или нам нужно увеличить совместный товарооборот с клиентом. Отчасти закредитовать его через себя. Значит, мы его закредитовываем, и тем самым не даем возможности конкурентам встать на полку или стать поставщиком Его Величества Императорского Двора. Упля, и приплыли. То есть, получается, что когда вы говорите, что малый и средний бизнес, то я пытаюсь вам сказать. Скажите, пожалуйста, я догадываюсь, что да, но все-таки я спрошу. Вы сейчас сидите? Да. Я могу предположить, что у вас есть попа? Да. Я могу предположить, что из этой попы растут две ноги? Да. Вы не пробовали направлять свои стопы в сторону клиентов? Пробовали. Значит, вам просто некогда будет идти в банк. Понимаете, о чем идет речь? Вы либо тратите время на клиентов, либо на попытку вымолить деньги у банка. Человек, который пытается вымолить деньги у банка или у какого-нибудь кредитора, деньги не вернется. Железное правило. И не потому, что он патологический свиноток. Нет, он не свинтусей. Он просто иллюзорен. Он человек, который льстит себе в своей способности понимание рынка. Он думает, что... А потом скажет, помните, как в том анекдоте? Ну, не шмала. Не шмала. И все. И нафиг не нужны... Я серьезно говорю. В 90-е годы знаете, как это выглядело? Хотите, расскажу. Приходит... Можно я расскажу жестокий анекдот? Можно, наоборот, я хочу. Подбегает ежик к норке и кричит. Фигня! Фигня! Ну, только он кричит другое слово и в более экспрессивной форме. Фигня! Вдруг оттуда, значит, из норки выползает такой снос. Сносит как... Говорит, ежик. Ежик, я тебе тысячу раз говорила. Я выхухоль. Выхухоль. А он говорит, стану я еще со всякую фигню, но вы называть. И вот приходит такая выхухоль. Их по два в день приходило. Можно поговорить? Можно. Там с руководителем. Да, конечно. Но тогда не было еще всех этих... Ну, в общем, там было все по-другому устроено. Не важно. И вот он заходит и говорит, я предлагаю там то, сё, там выступить спонсором. Ну, когда спонсором, то сразу до свидания. А это типа, давайте вложимся. Я говорю, да, давайте. Сколько нужно там, чтобы, значит, войти в ваш бизнес, ну, вот, который вы предлагаете? Ну, целиком нам требуется, значит, 50 тысяч долларов. Говорит, хорошо, да, давайте. Какая у вас квартира? Говорит, а при чем здесь квартира? Ну, вы же не сомневаетесь в результативности вашей бизнес-идеи? Он говорит, нет. Говорит, хорошо. Я не прошу вас продавать эту квартиру. Мы идем к нотариусу, и вы ее переписываете на меня и заключаем соглашение, что в момент, когда вы... Я вас не выселяю. Вы живете в своей квартире. Все остается. Просто теперь собственником вашей квартиры буду я. В момент, когда вы не отдаете кредит или долю, эта квартира переходит мне. Ну, а понятно, что в 90-е годы, понятно, сколько он будет жить в этой квартире, если он не вернет деньги. Как вы думаете, сколько человек согласилось на эти условия? Домой, что ни одного. Ноль. Знаете, в чем кайф этих условий? Они больше ни разу не приходили. То есть количество этих пройдох просителей, этих выхухолей, они просто понимают, что здесь не обломятся, и все равно они приживали. И они шли в другие места в надежде обрести еще что-то. Причем приходили вполне достойные люди. Вы будете хохотать. Приходили вполне достойные люди. Желанием кинуть. Но суть не в этом. Так вот. Смысл заключается в следующем. Кредит просит только тот, у кого не налажены, кто не понимает своего клиента. У кого с клиентом отношения налажены, понятно? И у него, я вам по секрету скажу, из попы торчат две ноги. И если эта выхухоль направляет свои стопы к клиентам, ему кредит не нужен. Банк на коленях будет стоять, желая дать вам кредитное плечо, чтобы вы промасштабировали свой бизнес. Вопрос, стоит ли брать кредит для старта бизнеса? И как предвидеть? Давайте так. Давайте определимся с понятием стартапа и все остальное, что такое старт бизнеса. Если ваш, понимаете, мы сейчас заходим в понятие товаров-субститутов и зрелых рынков или не очень зрелых рынков. Так вот. Смысл заключается в следующем. Если вы выходите на зрелом рынке с товаром-субститутом, товар-заменитель, ну или с товаром более высокой категории или с товаром в той же качественной категории, но с более низкой ценой. Сейчас я вам приведу пример. Помните, мы в прошлый раз говорили о футурологии. Она мне не очень нравится, но как бы там... В общем, все ваши идеи, которые... Вы сейчас задаете вопросы о том, сколько понадобится лопат, чтобы выгружать навоз из-под коней. Вы понимаете, что вы сейчас планируете. Но ровно через 10 лет уже будут автомобили тарахтеть, и ваши лопаты для уборки навоза уже не понадобятся. Так понятно? Да. То есть ваши вопросы... Простите меня, пожалуйста. Они актуальны в контексте ближайших там 5-7 лет, может быть, 10. Они дальше не актуальны. Теперь смотрите, что получается. Сейчас, пожалуйста, я приведу два примера, у нас не так много времени остается, которые полностью объяснят, что такое старт бизнеса. Был такой... Есть две стратегии. Крокодилистое и слоновье. Ну или крысиное и слоновье. Крокодил, крокодилица откладывает порядка до 10 тысяч яиц за одну кладку. До взрослого крокодила доживает всего трое. А куда ж деваются остальные? Порядка 90% их сжирают по дороге к воде. Слониха рождает одного слоненка. Но правда носит 18 месяцев и вырождает там, допустим, 150 килограммов живого веса со старта. Ну, грубо говоря, может быть такая стратегия, там, львиная, а-ля слоновье, а может быть такая крысиная либо крокодиличная. Так вот, крокодилистая, крокодильная. Так вот, смысл заключается в следующем. А именно, сколько стоит запустить к чертовой бабушке на Марс какой-нибудь космический корабль? Много. Не знаю. Ну, сколько? Я думаю, это миллионы долларов, наверное. Я думаю, что это, я думаю, что там, допустим, 5 миллиардов долларов. Вот сейчас придумали новую программу освоения Марса. Как вы думаете, сколько она стоит? Исследование, столько освоения, сколько исследования? Ну, я думаю, что тоже там, может, десятки миллиардов. 200 миллионов. Разницу ощущаете? Угу. В тысячу раз. Нет, не в тысячу миллиард и 200 миллионов в сотни раз. То есть, оказывается, можно взять и изготовить, а там вот такие вот зонды, их порядка 100 тысяч. Такая программа сперматозоидная. Они говорят, мы отпускаем с солнечным парусом, маленьким, они вот такие вот, они там трехграммовые. Их выбрасывают на орбиту, притяжение Земли преодолевают, и дальше она на солнечном парусе летит. Они говорят, да нам вообще плевать. Даже если долетит из 100 тысяч зондов, долетит хотя бы, ну, допустим, пять тысяч, мы уже собрали информации больше, чем если бы мы прилетели туда одним большим космическим кораблем. Теперь это первый момент был промышленный. Теперь второй момент, который, который вы говорите, стоит ли брать. Дело в том, что производство а, будет локализовано, б, индивидуализировано. Вы понимаете, да? Оно либо будет локализовано вместе, ну, то есть, проще, проще распечатать ту детальку, которая вам нужна на 3D принтере, либо пошить вам вашу обувь, ровно вашу. Вы понимаете, что такое ваша обувь? Когда индивидуально под... Это когда вам отсканировали вашу стопу, и под вас, под вашу колодку сразу же делается ваша обувь. А теперь смотрите, вы говорите, стоит ли брать кредит на начало бизнеса? Мой ответ нет. Но есть стартапы, так называемые, где без траншей подписки ничего не будет. Но хотите, я вам расскажу маленький секрет? Если менструации у нашего стартапа не начались, все понятно, замуж рано. А знаете, когда начинается менструация у стартапа? Когда пошли первые клиенты. Все, как только пошли первые клиенты, стартапы отрабатывают свою часть. Пожалуй, я ответил на ваш вопрос. Мы не ответили на все с небольшими перебоями, но если вы захотите продолжить эту тему, я с удовольствием продолжу будущее. То есть брать деньги на старт бизнеса это ошибка. Если вы не умеете договариваться, то никакой кредит вас не спасет. Спасибо большое Владимир Михайлович за ответ за такую консультацию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!